Добрый день, друзья! Вот мы опять вместе с вами. Пишите ваши комментарии, родители, дети ж не могут написать. И ваши пожелания, что хотят услышать дети ещё. А сейчас у нас следующая сказка. Ёжик в тумане. Посмотрите, какой густой там туман. Здесь даже ножки не видно у лошадки. А небо звёздное. И ёжик стоит на пригорке и смотрит на лошадку. Что же тут приключилось? Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих песклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. Вздохнула корова за рекой. Залаяла собака. И сорок лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднесся туман. И грустная белая лошадь утонула в нём по грудь. И теперь, казалось, большая белая утка плывёт в тумане и отфыркивается. Опускает в него голову. Ёжик сидел на горе под сосной и смотрел на освещенную лунным светом длинную, утопленную туманом лошадь. Красиво было так, что он время от времени вздрагивал. Не снится ли ему всё это? А комарики не уставали играть на своих скрипочках. Лунные зайцы плясали, а собака выла. Расскажу. Не поверят, подумал ёжик. И стал смотреть ещё внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю эту красоту. Вот и звезда упала, заметил он. И трава наклонилась влево. И от ёлки осталась одна верхушка. И теперь она плывёт рядом с лошадью. Смотрите, вот здесь вот от ёлок только макушки видно. И кажется, что эти ёлки и лошадка плывут. А у лошадки ножек не видно, и как будто бы такая уточка плывёт. Большая очень. Кажется, ёжику, который стоит здесь на пригорке. Интересно, подумал ёжик. Если лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане. И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман. И посмотреть, как там внутри. Вот, сказал ёжик, ничего не видно. И даже лапы не видно. Лошадь, позвал он. Но лошадь ничего не сказала. Где же лошадь, подумал ёжик. И пополз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро. Лишь высоко вверху сумрак слабо светился. Полз он долго-долго. И вдруг почувствовал, что земли под ним нет. И он куда-то летит. Бутых! Я в реке, сообщил, сообразил ёжик. И похолодев от страха, и стал бить лапами во все стороны. Когда он вынырнул, было по-прежнему темно. И ёжик даже не знал, где берег. Пускай река сама несет меня, решил он. Как мог, глубоко вздохнув, и его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах. И ёжик чувствовал, что совсем промок. И скоро утонет. Вдруг кто-то дотронулся до него, до его задней лапы. Извините, беззвучно сказал кто-то. Кто вы и как сюда попали? Я ёжик, тоже беззвучно ответил ёжик. Я упал в реку. Тогда садись ко мне на спину, беззвучно проговорил кто-то. Я отвезу вас на берег. Ёжик сел на что-то узкое, на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. Спасибо, вдруг сказал он. Не за что. Беззвучно выговорил кто-то, кого ёжик даже не видел и пропал в волнах. Вот так история, размышлял ёжик, отряхнувшись. Разве кто поверит и заковылял в тумане дальше. Смотрите, из реки вылез и дальше пошёл. А это его рыбка спасла. Она скользкая и узенькая. И вынесла его на берег. Смотрите, как много звёзд. И всё в тумане. И не видно, где река, а где трава. И только макушки деревьев видны и лошадь была видна. Всего вам доброго. Ставьте большой палец и жду ваших комментариев. До свидания.